Друзья, всем привет! Мы хотим вам показать сегодня нашу новую рубрику, которая будет называться «Недорогой декор». Нормально? Это не надо. И у меня подбородок насти ивлеевый. В сегодняшнем выпуске мы хотим показать очень классный стильный интерьер, который очень многим людям нравится. Его очень часто показывают декораторы. Достаточно просто исполнение, но выглядит он действительно круто. И самое интересное то, что его сделать может любой декоратор, которого вы попросите. А если посмотрите мое видео, то наверняка вы сможете тоже это сделать. Это выглядит вот так. То есть, что мы видим? Мы видим штукатурку, которая изображена в виде линий, поэтому и название «Тысячи линий». Самое интересное, что данное покрытие, которое я вам показываю, оно достаточно недешевое. Ценник этого покрытия за квадратный метр, за материал, начинается от двух с половиной тысяч рублей. Дорого, да? Так вот, я хочу вам показать в данной рубрике, как сделать такое покрытие «Недорого». Ну что, погнали бюджетно декорить! А, все? Итак, теперь быстро. Что нам сегодня понадобится? Это щетка для того, чтобы делать как раз эти «Тысячи линий». В любом строительном магазине вы ее найдете очень легко. У меня торговой марки «Управдом», уже долго пользуюсь ей, очень много лет, и ничего с ней делается. Дальше «Кельма», тоже старенькая, торговой марки «Управдом», кисточки, не знаю какой торговой марки, и два шпателя. Это «Форбитекс», это я. Приступим. Открываем наш «Форбитекс». Оригинальная фактура, или фактурная. В общем, это фактурная краска. Самое главное, что она здоровская по цене, и легко пользоваться. Быстро сохнет. Если вам кажется, что эта планшетка маленькая, и вы не видите фактуры, как бы не разглядеть, то вы напишите это обязательно. Я буду использовать больше планшеток, чтобы вам было виднее. Так, перемешивать ничего не надо. Вот она, наша зефирка красивая. Чипок! Грунтовку мы нанесли адгезионную, и сейчас приступаем к нанесению фактурной краски. Краска акриловая, без запаха. И наносится она, как штукатурка. Главное, поскольку я буду делать экономный ремонт, выгодный, главное сделать это тонким слоем, потому что от расхода будет увеличиваться стоимость. Вам не обязательно добиваться того, чтобы структура была вот прям идеально-идеально ровной, потому что когда вы начнете прорисовывать линии, этого будет незаметно. Теперь мы берем чудо-щетку. Я буду делать, ну, наверное, горизонтальную или вертикальную. Давайте горизонтальную. Ставим щетку на край и ведем ее. Главное, чтобы рука не дернулась ровненько. Где вам кажется маловато, можно повторить. Оставить так, мне кажется, неинтересно, да, прямые линии и на этом все. Я очень сильно люблю эффект карты мира. Что мы делаем? Мы берем кисточку, у меня с искусственной щетиной. И прям вот так вот мы будем делать. Теперь мне нужен шпатель. И аккуратно вот делаем такие движения. Главное не переусердствовать, не надавить. Аккуратно. Поскольку материал сырой, если вы видите, что вы загладили и получилось слишком ровно, то в этом нет ничего страшного. Вы берете щетку и немножко процарапываете те места, где вам это нужно. Снимаем излишки материала, чтобы не было лишнего. Далее нам нужно нанести второй слой. Но не этого продукта. Здесь уже второй слой не нужен. И дальше же пойдем как раз к созданию цвета, близкучести, чтобы это было ярко и красиво. Не переключайтесь. Время сушки составляет где-то 4 часа. Но мы этот процесс ускорили, мы высушили ее феном. Очень быстро и легко. Теперь мы берем вот этот шпатель и снимаем излишки, которые выступают и нам не нравятся вот таким образом. Диоксид титана, который содержится в этой краске, вступает в виде пигмента. Он достаточно высокого качества и поэтому мы видим вот такой вот кипельно-белый цвет. Но нам белый цвет не нужен, мы дальше будем колеровать наше покрытие. Мы берем лисирующий лак и колеруем его синим колером. У меня получился вот такой насыщенный цвет. Для того, чтобы был он более интересный и красивый, я беру близкообразующие пигменты и немножко добавляю их сюда. Вот такое, в общем, ствол сейчас получится. Не пахнет. Теперь перемешиваем. Берем губку для лисировки и маленький валик. И начинаем все это закрашивать, а потом затирать губками. Такой классный цвет получается, синий прям глубокий. И наносим достаточно густым слоем, таким плотным, чтобы цвет получился более насыщенным. Теперь берем губку для лисировки и начинаем по горизонтали втирать, по направлению полос. Подождем, пока материал схватится, немножко подсохнет, совсем чуть-чуть. И будем наносить следующий слой. Это будет эмаль первомутровая. Вот так она выглядит, первомутровая эмаль торговой марки Alicaot. Одна баночка такая в магазине 100-граммовая эмаль стоит 80 рублей. Она достаточно красиво перебивается, имеет много разных оттенков. Мы выбрали цвет для данного покрытия хамелеон. Чеканских рук делаем. А, будем. Так, все, идем дальше. Приступим к нашему финишному слою. Это будет первомутровая эмаль торговой марки Alicaot. И опять используем губку для лисировки. Только теперь мы будем наносить этот слой очень аккуратно, не надавливая так, как было синим цветом. Можно, конечно, оставить и так. В принципе, уже достаточно ярко и эффектно получилось. Но первомутровая эмаль, она придаст подложке и вашей стене покрытию именно долговечность. Потому что она очень крепкая, тогда она высохнет. Вы можете мыть эту фактуру смело, с ней ничего не случится. Мы берем ее шпателем, немного наносим на губку. И также такими же точно линиями. Ну что, все, снимаем ленту, скотч, ленту, ленту, снимаем ленту. Вот этот материал, который мы видели с вами в начале видеоролика. Это сделано из, я не буду говорить торговой марки, кто производитель. Нет, это итальянцы. Это итальянская декоративка очень высокого качества. Она очень долговечна, она очень красивая и очень стильная. Но этот проект стоит 1 квадратный метр 2,5 тысячи рублей, где-то в среднем. Вот эта вся красота стоит 200 рублей квадратный метр. Я надеюсь, вас приятно удивило. Спасибо, смотрите мои видео и пишите комментарии. Мне очень приятно. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok